Доброе утро! Доброе утро! Мы рады приветствовать всех, кто только что к нам присоединился. Утренний экспресс на ваших экранах. Ну и, конечно же, большинство родителей воспитывают детей так, что они не должны прогуливать школу. Ни при каких обстоятельствах, между прочим. Ни при каких обстоятельствах, естественно. Да, но даже если они устали, здесь важно узнать, почему дети, допустим, не хотят идти в школу. Какая причина у них прогулять. О том, почему прогуливать иногда нужно, разберемся вместе с нашим сегодняшним гостем, психологом Ингой Игнатени. Доброе утро! Доброе утро, Инга! Мы вас, во-первых, поздравляем с нашим неофициальным праздником, теперь уже любимым Днем Прогульщика. Расскажите, почему родители так боятся и переживают, что ребенок прогуляет в школу? Потому что прогул – это не просто прогул. За прогулом всегда тянется что-то большее, и каждый родитель, конечно же, это чувствует. Но у ребенка есть причины, почему он прогуливает, и причины могут быть достаточно серьезными. Естественно, родители настораживаются. Но, кстати, не все родители. Некоторые родители не замечают, даже когда ребенок систематически уже прогуливает в школу. Вспоминают себя, наверное. У них есть свои просто какие-то в жизни проблемы более важные, и ребенок на втором месте. Так, ну, а расскажите, бывают ли случаи, когда прогуляют в школу, действительно полезно? Да. Почему? Конечно. Конечно, бывает. Бывают дети перфекционисты, бывают дети тревожные, дети, которые очень напряжены и стараются. И для такого ребенка важно получить опыт в том числе вот некого такого нарушения правил и последствий, да, что после этого нарушения правил ничего не случилось страшного. Все хорошо, он продолжает так же хорошо учиться, люди продолжают к нему так же хорошо относиться. В общем, жизнь идет своим чередом. Вот это очень для таких, сейчас таких детей немало, между прочим. А не получается ли так, что один прогул, который якобы по благо, тянет за собой следующий и следующий, и человек понимает, что, о, ну, вообще не посещать школу. Ну, может быть, так и бывает, но все-таки, как правило, систематические прогулы – это причина чего-то более серьезного. Это либо какие-то социальные проблемы, да, ребенок трудно входит в контакт со сверстниками, либо с учителями есть конфликты, и у него уже формируется такое нежелание этого соприкосновения, и он отстраняется, да, он избегает этих контактов. Либо у него появились какие-то вредные привычки, другая компания, люди, которые ему говорят, что да, ну, ее эту школу, там, и так далее. Сейчас можно вообще не ходить, да, и блогером стать, и блогером стать, и вообще можно не посещать и не получать образование. Да, совершенно верно. Да, и вы знаете, да, обесценивают образование в том числе социальные сети и даже некоторые средства массовой информации. Ну, как сделать так, чтобы ребенок не прогуливал школу, даже если ему разрешили? Это уже работает наоборот, когда тебе говорят, не делай, не делай, не делай, ты обязательно так хочешь сделать. А когда тебе говорят, да делай, что хочешь, уже задумываешься. Ну, да, если родители разрешают по каким-то причинам, и они эти причины озвучивают, важен же диалог между ребенком и родителем. Между родителем и ребенком я исправлюсь. Вот, и тогда ребенок понимает логику происходящего, и все нормально. В детском мире должно быть все по полочкам. Понимаете, здесь пол, здесь потолок, здесь стены. Вот это потому, причинно-следственная связь. Тогда у ребенка спокойное состояние, он понимает, что он делает, в каком мире он живет, каковы будут последствия, и все хорошо. Но если вот это нарушается, и родители сами страдают пофигизмом, извините, пожалуйста, за такое слово. Ничего, ничего, это нормально. Да, спасибо. То тогда ребенок, он как бы теряет вот эти ориентиры, у него размываются границы, и он уже сам не понимает, правильно, неправильно, где-то будут последствия, а где-то нет. И вот эта неадекватность некая такая, она очень сильно мешает ему и в этой жизни детской, и дальше во взрослой тоже помешает. Ну, в общем, как всегда, на первом месте это диалог с ребенком. Да. Да, в первую очередь, и внимание к нему. Совершенно верно. Ну, и один из последних вопросов, ну, что делать в таких ситуациях, чего делать не стоит. В общем, топ-3 совета, да, вот родителям, если они замечают, что ребенок может быть прогуливает, либо, наоборот, ему требуется какая-то такая перезагрузка в виде прогулок. Родители должны, первое, поговорить, но выбрать момент хороший. Не тот момент, когда что-то острое, да, и вот тут ребенок нервный, он чувствует, его поймали, например, да. Нет, переждать, здесь можно как бы так сделать вид, что вроде бы ничего не случилось, но потом в спокойной обстановке, вот это начать разговор издалека, что называется, да, семейные латки. Я у вас уже как-то в программе про это говорила, только там это казалось взрослых людей, мужей и жены, а здесь тоже семейные латки, вот эти вот старинное наше такое, обычай такой, он очень поможет. А разговор о том, о сём, и выйдите на проблему, и ребенок раскроется. Вот это самый главный совет. Если же вы уже сами напуганы и что-то уже чувствуете, идет сильно-сильно куда-то туда вбок, вот, то нужно, может быть, даже прибегнуть к помощи специалиста. Самой маме сходить к психологу для начала, не тащить ребенка, потому что проблемы с ребенком, это всегда какие-то проблемы у родителей, ребенок просто их отражает, и надо это понимать. И честно себе в этом признаться, идти самой к родителю, маме или папе, и вот это вот второй совет. Ну, а третий, если уж совсем всё зашло куда-то очень далеко, то нужно комплексно подходить к этой проблеме, и нужно уже работать прямо со специалистом, ну, уже индивидуально решаясь. Разбирать конкретную ситуацию. Да. Мы вас благодарим, исчерпывающая полезная информация, как всегда, от нашего гостя, психолог Инга Игнатиня, она была в нашей студии.